Субтитры создавал DimaTorzok Пока что мы посмотрели на грешность, греховность человека и на Евангелие Иисуса Христа. Когда мы говорили о Евангелии, мы говорили о кресте Иисуса Христа, на котором Он умер за наши грехи. Но Евангелие не может быть законченным, если мы не будем говорить о воскресении Иисуса Христа. В Ранней Церкви акцент ставился именно на воскресение даже, по отношению... И я хотел бы обратить внимание на несколько моментов о воскресении, которые очень важны. И которые нужно проповедовать тогда, когда мы говорим о Евангелии. Откроем сначала Римлянам первую главу. И прочитаем с первого по четвертый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу в святыне, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим. Обратите особое внимание на четвертый стих, где сказано, что Сын Божий открылся в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых. И мы задаем себе вопрос, что это значит? Это не значит, что Христос стал Сыном Божиим в воскресении. Он всегда был Сыном Божиим. Вечный Сын Божий, который стал человеком. И хотя Он был совершенно Бог, Он также был совершенно человек. И Он не стал Сыном Божиим в воскресении. Но Он был открылся или объявлен Сыном Божиим в силе. Можно так еще посмотреть на это. Воскресение Христа – это как бы вердикт о Иисусе Христе, данный Богом. В Евангелиях мы видим много раз, когда Бог говорил о Своем Сыне. Во время крещения Бог сказал «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Но в воскресении это объявление было еще более драматичным. Это чудо, которое Бог дал нам, чтобы утвердиться в факте о том, что Христос жив. И что Он не просто человек. Он и есть Сын Божий. И, возможно, вы захотите больше доказательства, чем это. Вы можете захотеть, чтобы было еще какое-то знамение. Но кроме этого чуда, другого знамения Бог вам не даст. Он воскресил Своего Сына из мертвых. Посмотрим в четвертую главу книги Рима. Стих 25. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Здесь говорится о том, что Христос был предан за грехи наши. Он должен был умереть из-за наших грехов. Он был предан на крест, где Он пострадал вместо нас. Но также Писание говорит, что Он воскрес ради нашего оправдания. Что это значит? Из первой главы Кремнина мы увидели, что воскресение Иисуса Христа было доказательством того, что Он есть Сын Божий. В четвертой главе в этом стихе мы видим, что Его смерть, это доказательство того, что Его смерть действительно заплатила за наши грехи. Бог воскресил Иисуса из мертвых. Это значит, что Он принял жертву Иисуса Христа, заместительную жертву Иисуса Христа за Свой народ. Это доказывает то, что мы можем верить и полагаться на то, что Христос сделал вместо нас. И что все, кто верит в Иисуса Христа, будут спасены. Откроем книгу Деяний, 2 главу. Стихи 32 по 36. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили. Очень важно понять вот что об воскресении. В 32 стихе написано, что Бог воскресил Иисуса. В другом месте говорится, что Святой Дух воскресил Иисуса из мертвых. И в других местах еще говорится, что Иисус Христос Сам имел власть воскреснуть. И здесь можно увидеть то, что это действие Троицы. Сын воскресил, воскрес. Отец воскресил Сына. Дух Божий воскресил Сына. И все это доказывает то, что Иисус действительно является тем, как Он о Себе говорил. В воскресении доказывает то, что Он был Сыном Божиим. Доказывает то, что Его смерть на кресте заплатила за наши грехи. Но также это доказывает то, что Он был вознесен и восел Одесную Бога Отца. И Он царствует, как Царь царей и Господь господствующих. Посмотрите на 33 стих. Здесь написано «Итак, Он, быв вознесен Десницу Божию». И в 36 главе «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Итак, Иисус вознесся Одесной Бога. Он есть Господь всего. И Он Царь всего. Он Христос Божий. И вот, что я хочу, чтобы вы увидели. Иисус – это не только Спаситель. Он – Вседержавный Правитель Вселенной. Ему была дана вся власть на небе и на земле. Его имя выше всякого имени. Очень часто мы видим, как Иисуса представляют в виде такого очень скромного и кроткого Спасителя. очень как слабого мученика. Мы должны понимать, что Иисус умер за наши грехи. Он висел на кресте. Но Он не остался на кресте. Он был положен во гроб. Но Он не остался во гробе. Он воскрес из мертвых. Но и не только. Но Он был еще вознесен одесную Бога Отца. Где Он является царем царей и Господом господствующих. В Ветхом Завете есть история о Иосифе. Он был в тюрьме. Как однажды Он был взят из тюрьмы. И Он предстал перед фараоном, царем египетским. И фараон дал ему власть. Он сказал, что в Египте никому не будет позволено даже шевельнуться, если Иосиф не даст согласие на это. Иисус воскрес из мертвых. Согласно книге Даниила в 7 главе. Он воскрес из мертвых, Он был вознесен. Он предстал перед древним днями, перед Богом. И вся власть на небе и на земле была передана Ему. И теперь во всей вселенной никто не может... Никто не может ничего делать без Его Слова. Он есть царь. И Господь. И Он судья. Видите, Он не только спаситель, но и царь. Вы предстанете однажды перед Ним. Вы будете судимы однажды. Да, Его можно любить. Но Его также нужно и бояться. Он умер за людей. Но Он вернется как царь. Вернется как судья. И еще есть один важный момент в этом отрывке в книге Деяний. И так Он, быв вознесен Десницей Божией и приняв от Отца обетования Святого Духа, излил то, что вы видите и слышите. Воскресение доказывает то, что Иисус есть Сын Божий. Он доказывает то, что смерть Иисуса Христа заплатила за наши грехи. Он доказывает то, что Иисус был вознесен одесной Бога. То, что Он не только спаситель, но и царь, и судья. Но также это доказывает то, что Иисус послал живительную силу Святого Духа для Своего народа. Христианская жизнь заключается в вере в Иисуса Христа. Но нам надо что-то понять. У нас, как у людей, есть две проблемы. Первая проблема заключается в осуждении за грех. Из-за нашего греха мы подлежим осуждению. Иисус разобрался с этой проблемой, когда Он умер за нас на кресте. Поэтому по вере во Христа мы оправдываемся. Но у нас проблема была не только с осуждением, который принес грех. Но также есть проблема с силой греха в нашей жизни. Вот что Иисус сделал, чтобы разобраться с этой проблемой. Он послал Свой Дух. Когда Евангелие проповедуется, Святой Дух возрождает сердца тех, кто слышит Евангелие. И превращает их в новое творение. И наполняет их Его жизнью, Его силой. Так что теперь верующий может ходить в новой жизни. Мы можем ходить в силе Святого Духа. Мы не просто спасены. Но также нам дается сила. Мы изменяемся. Мы изменены, чтобы жить жизнью другой, не такой, как мы жили раньше. Чтобы не ходить больше в тех грехах, в которых мы ходили раньше. Но ходить в силе Святого Духа. Мы верим в Иисуса, и мы спасены. Но быть спасенным также значит быть рожденным заново. Святой Дух обновляет, возрождает наше сердце. И с новым сердцем у нас появляются новые желания. И Святой Дух живет в нас. И дает силу жить христианской жизнью. Очень много людей, которые учат разным лжеучениям о Святом Духе. И люди совершают очень ужасные дела во имя Святого Духа. Но это не значит, что нам надо пренебрегать Святым Духом. В Библии содержится истинное учение о Святом Духе. И мы не можем жить христианскую жизнь без Него. Он тот, кто дает нам силу и изменяет нас. Христианин говорит, что Отец и Сын живут в Его сердце. Но как Отец и Сын живут в нашем сердце? Отец сидит на троне на небесах. Христос восседает одесную Его. Но в нас они обитают посредством Святого Духа. Жизнь Иисуса Христа передается нам через Святой Дух. Что нам делать? Если мы действительно поверили во Христа, мы спасены. Это верно. Наши сердца изменились. И в нас поселился Святой Дух. Это одна из удивительных истин Библии. Но когда мы продолжаем расти в христианской вере, когда мы узнаем больше о Христе, мы должны молиться и просить о большем и большем, о том, чтобы больше и больше быть исполнены Святым Духом. Мы обновляем свой разум, свой ум через Слово. И просим, чтобы Бог наполнил нас Святым Духом. Какие могут быть признаки того, что мы исполнены Святым Духом? Это плоды Духа. Характер, который подобает Христу. Любовь, радость, мир. И все остальное, что можно назвать плодом Святого Духа. Еще один признак того, что Святой Дух обитает в нас, это способность к служению. Мы не можем служить Христу без помощи Святого Духа. Мы не можем служить в свое имя и ради себя. Поэтому нам всегда нужно распознавать свои недостатки. И не полагаться на свои собственные силы. Но всегда просить Бога, чтобы Он производил в нас работу. И чтобы Он действовал через нас. Я знаю, что мой христианский характер еще далек от совершенства. Я знаю, что мне еще недостает силы к служению. Я хочу быть больше, чем я есть сейчас. Что мне делать? Обновлять мой ум через Слово Божие. Изучать Писание. Запоминать Писание. Понимать истины, которые в них отражены. И жить молитвенной жизнью. Знать Бога. Общаться с Богом. И просить, чтобы Он наполнил меня Святым Духом. Для тех из вас, кто является христианами. Я молюсь о том, чтобы вы научились молиться. Молю о том, чтобы вы возросли в вашей зависимости от Бога. И чтобы вы наполнились Святым Духом. Иисус воскрес из мертвых. И все это было дано Его народу. Он покончил с грехом. И Бог воскресил Его из мертвых. И нам теперь есть возможность ходить в этой силе воскресения. Доверяться Ему, а не своей силе. И доверяться тому, что Он есть Господь. Как христианам нам нужно уважать правительство. Нам нужно отдавать Кесарю Кесарева. Нам нужно быть миролюбивыми людьми. И нам нужно служить своей стране. Но в то же самое время мы вот что понимаем. Что во вселенной есть только один Господь. И Его имя Иисус. И все страны перед Ним как ничто. Нам нужно и следует молиться за царей. За правителей, за тех, у кого есть власть. Чтобы они тоже узнали Христа. Но есть только один царь. И Он суверенен над всем. И не важно, через что вы проходите в жизни. Не важно, как тяжелы вам кажутся испытания, через которые вы проходите. Не имеет значения, каким ужасным кажутся гонения. Правительства подымаются, восстают и падают, грушатся. Но Иисус Христос остается вечным правителем вселенной, небес. И в Него вам нужно верить, доверять Ему. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы просим, чтобы Ты использовал сказанное для того, чтобы принести славу Своему Сыну. Чтобы Ты вдохновил Свой народ. И спас тех, кто еще Тебя не знает. Во имя Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...